В предыдущей серии мы рассказали о первых образцах отечественных противотанковых гранатомётов. Во второй половине 20 века этот вид вооружения активно развивался и совершенствовался. Гранатомёты дают возможность пехотинцу эффективно противодействовать бронированным боевым машинам на дистанциях ближнего боя. Гранатомётчик также может поражать противника в фортификационных сооружениях, укрытиях и зданиях. Простота эксплуатации боевого применения современного гранатомёта не требует длительной специальной подготовки стрелка. Высокая надёжность и безотказность действия — всё это позволяет считать противотанковый гранатомёт носимой артиллерией пехотинца. Субтитры создавал DimaTorzok Принятый на вооружении в 61-м году РПГ-7 стал основным противотанковым гранатомётом Советской Армии. В каждом отделении мотострелков был гранатомётный расчёт с РПГ-7. Роте полагалось 9 таких расчётов. Гранатомётный расчёт РПГ-7 состоит из гранатомётчика и его помощника. Но, в принципе, гранатомётчик вполне может действовать и в одиночку. В носимом боезапасе у него два выстрела. В походном положении РПГ-7 переносится за спиной, а подготовка к бою занимает совсем немного времени. Нужно лишь снять защитные чехлы с дульной и задней части ствола и установить оптический прицел. Выстрелы к РПГ-7 переносятся в сумки и собираются непосредственно перед стрельбой. Защитный колпачок с гранатой в дождь или снег снимать не рекомендуется. Срабатывание взрывателя может произойти даже по крупной капле. Следить надо и за тем, чтобы на траектории полёта гранаты не было кустарника. Даже тоненькая веточка способна вызвать подрыв гранаты. Гранатомёт РПГ-7 не был единственным противотанковым средством ближнего боя. Кроме него у мотострелков имелся станковый гранатомёт СПГ-82. В советской армии он появился в 50-м году. К началу 60-х СПГ-82 уже не соответствовал требованиям времени. Этот гранатомёт мог поражать танки на дальности всего 300 метров. Военным был нужен гораздо более мощный и дальнобойный станковый гранатомёт. Поэтому в конце 50-х параллельно с разработкой РПГ-7 начались работы и по созданию нового станкового гранатомёта. В 59-м году на подмосковном полигоне Щурово для министра обороны Малиновского был устроен демонстрационный показ новейшего гранатомёта РПГ-7. Маршал остался очень доволен увиденным. Дальность, точность и бронепробиваемость «семёрки» обеспечивали надёжное поражение всех танков вероятного противника. После показа Малиновскому доложили, что идёт работа над новым станковым гранатомётом. Дальность прицельной стрельбы у него будет значительно больше, чем у РПГ-7. Маршал дал указание ускорить эту разработку, и в 63-м году новый гранатомёт приняли на вооружение. Он получил обозначение СПГ-9. В мотострелковых частях гранатомёт использовался на станке. Для парашютно-десантных подразделений СПГ-9Д дополнительно оснащался колёсным ходом. Расчёт гранатомёта состоял из четырёх человек — командира, наводчика, заряжающего и подносчика боеприпасов. Позже для борьбы с живой силой противника к гранатомёту был разработан выстрел с осколочной гранатой. В процессе модернизации СПГ-9 получил новый прицел, раздвижную переднюю опору и стал называться СПГ-9М. Заряжают гранатомёт СПГ-9 с казённой части, открыв затвор. Как и в ручных гранатомётах семейства РПГ-7, в СПГ-9 используется выстрел активно-реактивного типа. Стартовый пороховой заряд выбрасывает гранату из ствола, а затем на безопасном для стрелка расстоянии включается реактивный двигатель. Он разгоняет гранату до максимальной скорости 700 метров в секунду. Поражение целей из СПГ-9 возможно на дальностях до 1300 метров, но наиболее эффективен огонь в пределах 800 метров. Для СПГ-9 это дальность прямого выстрела. На этой дальности высота траектории полёта гранаты не превышает высоты танка — примерно 2 метров 70 сантиметров. В пятидесятых годах на вооружение советской армии стали поступать первые ночные прицелы. У бойцов появилась возможность прицельной стрельбы в тёмное время суток. Одними из первых ночные прицелы получили автоматы «Калашников». Аналогичные приспособления создали и для ручных противотанковых гранатомётов. Не обошли вниманием и станковые гранатомёты. Часть гранатомётов СПГ-9 и СПГ-9М, а также их десантных вариантов, комплектовалась ночным прицелом ПГН-9, прицел гранатомётный ночной. В ясную безлунную ночь этот прицел обеспечивал прицельную стрельбу на дальности порядка 600-700 метров. Для стрельбы нужно было в зависимости от освещенности приоткрыть диафрагму, а в особо тёмных условиях — открыть крышку прицела. Удачная конструкция выстрела гранатомёта СПГ-9, надёжность и высокая бронепробиваемость при небольшом калибре гранаты послужили основой для создания орудия «Гром» для БМП-1 и БМД-1. В состав вооружения этих боевых машин входил также противотанковый комплекс управляемых ракет. Пехота и десант впервые получили боевые машины, способные поражать танки противника на дальности около километра. Нелишним будет напомнить, что стимулом для создания и развития отечественных гранатомётов всегда была бронетехника противника. Защищённость танков и, в частности, толщина их брони неуклонно росла. К примеру, в годы Второй мировой войны она доходила до 120 миллиметров. В середине 50-х толщина лобовой брони танков увеличилась почти в полтора раза. У американского М-48 толщина башенной брони достигала 178 миллиметров. Соответственно, приходилось наращивать мощь противотанковых средств. В первые послевоенные годы отечественные гранатомёты по своим боевым характеристикам отставали от иностранных аналогов. Значительного превосходства удалось достичь с появлением РПГ-7. «Семёрка» и выстрелы к ней превосходили зарубежные гранатомёты. Первым выстрелом, принятым на вооружение вместе с «семёркой», был ПГ-7В. Граната ПГ-7 при калибре 85 миллиметров обеспечила пробитие 260 миллиметров сплошной гомогенной брони. В то же время граната к станковому противотанковому гранатомёту СПГ-9 при меньшем калибре 73 миллиметра обеспечила пробитие уже 300 миллиметров такой же брони. Это было достигнуто за счёт создания более совершенной кумулятивной боевой части. Эти наработки и легли в основу создания нового модернизированного выстрела гранатомёта РПГ-7. Он получил номинование ПГ-7ВМ. В середине 60-х на вооружении стран НАТО появились новые танки типа М60А1 и Леопард-1. Толщина лобовой брони башни у них доходила до 200 миллиметров. Казалось бы, такую броню легко пробить. Ведь бронепробиваемость выстрелов ПГ-7В и ПГ-7ВМ 260 и 300 миллиметров соответствует. Но броня на танке имеет наклон. Да и стрельба по танку ведётся с разных ракурсов. Поэтому граната практически никогда не встречается с броневым листом под углом ровно 90 градусов. Следовательно, кумулятивной струе необходимо пробить гораздо большую толщину. Помимо этого, энергии кумулятивной струи должно хватить и на то, чтобы вызвать детонацию боеприпасов, зажечь топливо или поразить экипаж. В 1972 году на вооружение принимается гранатомётный выстрел ПГ-7ВС. Боевая часть гранаты этого выстрела имеет такой же калибр массы, как и у предыдущего выстрела ПГ-7ВМ. Однако за счёт более совершенной конструкции кумулятивного заряда этот гранатомётный выстрел обеспечил пробитие уже в 400 миллиметров сплошной гомогенной брони. На 100 миллиметров больше, чем у гранатомётного выстрела ПГ-7ВМ. Выстрел ПГ-7ВС стал мощнее, но его масса и габариты по сравнению с предшественником не изменились. Повышение боевых характеристик удалось достичь за счёт более мощного взрывчатого вещества и целого ряда конструктивных и технологических доработок. Прежде чем продолжить рассказ об эволюции выстрелов к РПГ-7, давайте сделаем небольшое отступление от этой темы. Посмотрим, какое место занималась «семёрка» в структуре противотанковой обороны Советской Армии. Для борьбы с танками предусматривался целый ряд средств и гранатомёт РПГ-7 был одним из них. В 70-х годах, по данным разведки, войска иностранных армий вероятного противника имели значительное количество бронетехники. На одном километре фронта могли наступать до 20-30 танков и 30-40 других боевых бронированных машин. До пушки леса 3000 метров. При скорости 15 км в час танки пройдут 1 км за 4 минуты. Противотанковая оборона мотострелковой роты Советской Армии строилась по следующей схеме. На дальности в 3 км по бронетехнике противника огонь открывали ПТУРСы — противотанковые управляемые реактивные снаряды, установленные на БМП. 10 БМП за 4 минуты произведут до 40 пусков. На дальности 2 км в бой вступали танки. В минуту танк может произвести до 4 прицельных выстрелов, а всей ротой — за 4 минуты до 200 выстрелов. Начиная с 900 метров, бронетехника противника входила в зону поражения орудий БМП и станковых гранатометов СПГ-9. И уже с 300-400 метров танки становились досягаемы для гранатометчиков, вооруженных РПГ-7. Если РПГ-7 откроет огонь с 350 метров, то каждый гранатометчик, пока танки противника преодолеют это расстояние, может выстрелить до 5 гранат, а все РПГ-7 произвести до 45 прицельных выстрелов. Таким образом, на каждом рубеже противотанковой обороны бронетехника противника встречала мощное сопротивление. Приведенные выше цифры позволяют считать, что танки не пройдут. Но и вероятный противник не сидел сложа руки. В середине 70-х стало известно о создании новых танков за рубежом. Это «Леопард-2» и «Абрамс М-1». Эти танки имели многослойную комбинированную броню и обладали гораздо лучшей защищенностью. Для поражения этих танков необходим был новый гранатометный выстрел. Иностранные танки нового поколения стали еще устойчивей к попаданию кумулятивного снаряда. По оценке наших специалистов, уровень защиты от кумулятивных боеприпасов этих танков достигал 600 мм. Выстрелы к РПГ-7 уже не обеспечивали надежного поражения перспективных танков НАТО. Требовался новый выстрел с большей бронепробиваемостью. Здесь надо отметить, что как только в Советском Союзе появлялась информация о создании за рубежом нового оружия, она сразу же тщательно анализировалась. Полученные данные немедленно доводились до разработчиков. И начинался поиск противоядия. В 1979 году на вооружение был принят выстрел ПГ-7ВЛ. Он имел калибр боевой части 93 мм. Сам выстрел имел массу 2,8 кг, что на 800 г больше, чем гранатометный выстрел ПГ-7ВС. И за счет более совершенной кумулятивной боевой части выстрел обеспечил пробитие уже 500 мм сплошной гомогенной брони. Гранатометр ПГ-7 с выстрелом ПГ-7ВЛ обеспечил в то время поражение всех основных танков противника. С 61-го года до конца 70-х выстрелы к РПГ-7 становились все мощнее. За это время их бронепробиваемость увеличилась почти вдвое с 260 до 500 мм. Все новые выстрелы к РПГ-7 поступали на вооружение как мотострелковых войск, так и ВДВ. Однако десантники хотели иметь более дальнобойный ручной гранатомет, чем «семерка». В дополнение к гранатомету РПГ-7Д специально по заказу воздушно-десантных войск в конце 60-х был разработан ручной противотанковый гранатомет РПГ-16 «Удар». Он был принят на вооружение в 1970 году. Новый гранатомет, созданный специально для ВДВ, задумывался как частичная замена десантному варианту СПГ-9. Все-таки быстро перемещаться со станковым гранатометом на поле боя было сложно, а для голубых беретов главное — быстрота и натиск. РПГ-16 по основным боевым свойствам ненамного уступал станковому СПГ-9, но был гораздо легче и компактнее. В то же время он превосходил РПГ-7Д по дальности прицельной стрельбы. Дальность прицельной стрельбы из гранатомета составляла 800 метров. Хорошая настильность и высокая кучность стрельбы обеспечили высокую вероятность поражения целей с первого выстрела. Для обеспечения десантирования ствол гранатомета был выполнен разъемным на ствол и патрубок. Для удобства стрельбы использовалась сошка. Обе части ствола РПГ-16 при десантировании укладывались в специальный чехол. Гранатометчику полагались два выстрела. Еще три выстрела брал с собой его помощник. Для стрельбы из гранатомета использовался выстрел РПГ-16 с калиберной боевой частью. Калибр гранаты равнялся калибру гранатомета. Несмотря на незначительный калибр гранаты 58 миллиметров, он обеспечивал пробиваемость брони 300 миллиметров. 300 миллиметров не самый выдающийся показатель. Впрочем, в то время считалось, что для подразделений ВДВ этого вполне достаточно. Как правило, десантники действуют в тылу войск противника. Поэтому наиболее вероятно применение против них легко бронированной техники, с которой РПГ-16 легко справлялся. А на случай встречи с вражескими танками в распоряжении десантников были противотанковые средства и помощнее. В частности, управляемые ракеты. При создании РПГ-16 во главу угла ставилась дальность поражения. По этому параметру он превосходил РПГ-7 и был близок к станковому гранатомёту. А по массе и габаритам РПГ-16 выгодно отличался от последнего. Но со временем бронепробиваемости в 300 миллиметров стало не хватать. Калиберная граната не позволяла увеличить мощность боевой части и соответствовать возрастающим требованиям. Поэтому в начале 90-х этот гранатомёт сняли с вооружения. В распоряжении десантников сегодня по-прежнему остаётся проверенной временем РПГ-7Д. Вернёмся к теме противостояния снаряды и брони. К середине 60-х годов конструкторам бронетехники стало очевидно, что нужно искать новые способы защиты от кумулятивных боеприпасов. Их бронепробиваемость достигала уже 600 миллиметров. Понятно, что наращивать толщину танковой брони до бесконечности невозможно. Приходилось искать новые конструктивные решения. Одним из них стал вот такой проект. Он разрабатывался под шифром «Зонтик» в середине 60-х годов. На стволе пушки устанавливался каркас, натянутый на него сеткой. Кумулятивный боеприпас срабатывал при попадании в этот сенчатый экран. Таким образом, пробивная способность кумулятивной струи резко снижалась, и она не могла причинить большого вреда танку. Впрочем, распространение «Зонтик» не получил. В конце 60-х в Советском Союзе в производство были запущены танки с многослойной бронёй. Она достаточно эффективно противостояла кумулятивным боеприпасам тех лет. В начале 80-х годов для повышения бронезащиты на танках начали применять динамическую защиту. Принцип её действия состоит в следующем. В специальном контейнере находятся две пластины взрывчатого вещества. При попадании струи в контейнер происходит взрыв первой пластины. В результате детонации взрывается вторая. Примыкающая к ней металлическая пластина начинает двигаться, пересекая траекторию кумулятивной струи. В ходе этого процесса нарушается целостность кумулятивной струи и, как следствие, её эффективность существенно снижается. Динамическая защита стала серьёзным препятствием для противотанковых средств. Для поражения танков с навесной динамической защитой в конце 80-х был разработан выстрел ПГ-7ВР. В 1988 году он был принят на вооружение. Боевая часть этого выстрела тандемного типа. Передняя боевая часть калибром 64 мм при попадании в танк вызывает срабатывание динамической защиты, которая не влияет уже на основную боевую часть. Основная боевая часть калибром 105 мм пробивает 600 мм сплошной гомогенной брони. Гранатомёт с этим выстрелом обеспечил поражение практически всех танков с навесной динамической защитой. Выстрел ПГ-7ВР это первый в мире гранатомётный боеприпас, в котором удалось реализовать тандемный принцип действия кумулятивной боевой части. К концу 80-х это был самый мощный выстрел для РПГ-7. Цена этой мощи большая масса гранат. Выстрел ПГ-7ВР весит 4,5 кг это почти вдвое больше любого из предшественников. Соответственно, увеличилась и масса боезапаса, который гранатомётчики должны были носить с собой. Но самой существенной проблемой всё же стало уменьшение дальности прицельной стрельбы. Для выстрела ПГ-7ВР она составляет 200 метров. Армии требовался новый гранатомётный комплекс, который бы обеспечивал дальность прицельной стрельбы не менее 500 метров, а бронепробиваемость не менее 600 миллиметров после преодоления динамической защиты. Именно поэтому в конце 80-х годов на вооружение был принят новый гранатомётный комплекс РПГ-29. Его также называют «Вампир». РПГ-29 и должен был заменить постепенно устаревающие РПГ-7 и РПГ-16. Этот же гранатомёт, установленный на станке, рассматривали в качестве преемника СПГ-9. Для стрельбы из гранатомёта РПГ-29 используются два типа выстрелов. С кумулятивной тандемной боевой частью РПГ-29 и с термобарической боевой частью ТБГ-29. Боевая часть выстрела РПГ-29 создана на основе боевой части выстрела гранатомёта РПГ-7 РПГ-7 защитой. По бронепробиваемости Вампир ненамного, но превосходит семёрку с выстрелом тандемного типа. Собственно, конструкция боевой части выстрела ПГ-29 В практически полностью заимствована у ПГ-7 ВР. Отсюда и такая хорошая бронепробиваемость. Разработчикам Вампира удалось достичь требуемой дальности прицельной стрельбы 500 метров. Это в два с половиной раза больше по сравнению с той же гранатой ПГ-7 ВР для семёрки. Для обеспечения дальности прицельной стрельбы в 500 метров был разработан новый двигатель. Он сгорает полностью в стволе гранатомёта, обеспечивая необходимую начальную скорость гранаты. В отличие от гранатомёта РПГ-7 здесь имеет место реактивная схема запуска гранаты. Стартового порохового заряда или метательного заряда здесь нет. Разработчики РПГ-29 утверждают, что по точности и меткости стрельбы он сравним со стрелковым оружием в снайперском исполнении. Но чтобы обеспечить дальность стрельбы в 500 метров, ствол гранатомёта пришлось сделать довольно длинным. В боевом положении его длина 1 метр 85 сантиметров. Для удобства переноски пусковое устройство выполнено разъёмным. Обе части ствола РПГ-29 укладываются в специальный вьюг, который носит стрелок. Его помощник переносит выстрелы к гранатомёту. РПГ-29 имеет достаточно большую массу. С оптическим прицелом она составляет 12 килограммов. Но и немалая длина и масса всё это плата за высокую дальность стрельбы и хорошую бронепробиваемость. Гранатомётный комплекс РПГ-29 был принят на вооружение в 89-м году. Однако развал Советского Союза не позволил организовать его массовое производство и заменить гранатомёт РПГ-7, РПГ-16, СПГ-9 в войсках. Вернёмся к структуре противотанковой обороны. Мы уже рассмотрели, как действовала мотострелковая рота, отражая танковую атаку на дальней и средней дистанции. Но какие средства предназначались для борьбы с бронетехникой, сумевшие подойти вплотную? На самой ближней дистанции танк можно поразить ручной кумулятивной гранатой РКГ-3. Дальность её применения не более 15 метров. Но ручную гранату сложно назвать надёжным противотанковым средством. Всё-таки дальность её применения и бронепробиваемость недостаточно. В конце 60-х годов для замены ручной кумулятивной гранаты РКГ-3Е был разработан одноразовый противотанковый гранатомёт. В 72-м году он был принят на вооружение под номинованием РПГ-18. Было и другое неофициальное название «Муха». Сегодня «Мухой» называют все одноразовые гранатомёты, что в принципе неверно. Этот термин можно относить только к гранатомёту РПГ-18. По сравнению с ручной гранатой «Муха» более мощное и надёжное оружие. 18 гранат «Муха» 18 прицельных выстрелов с подходом танков на 150 метров. РПГ-18 «Муха» стал первым отечественным одноразовым гранатомётом. Преимущество одноразового гранатомёта в том, что он значительно легче и проще в использовании, чем многоразовый. Ручной противотанковый гранатомёт, такой как РПГ-7, превосходит «Муху» по боевым характеристикам. Но «Семёрка» с носимым боезапасом и тяжелее, да и гранатомётный расчёт состоит из двух человек. «Муха» гораздо мобильнее, а для боевых действий в лесу или в городе большая дальность стрельбы не требуется. Поэтому одноразовый гранатомёт РПГ-18 стал отличным дополнением к РПГ-7. Надо подчеркнуть, что одноразовый гранатомёт является нештатным оружием солдата, то есть выдаётся для выполнения конкретной боевой задачи, например, в обороне. А РПГ-7 — штатное противотанковое средство в составе мотострелкового отделения или взвода. В отличие от многоразовых гранатомётов, все одноразовые гранатомёты поставляются в войска в снаряженном состоянии. В данном случае кумулятивная граната с реактивным двигателем находится в стволе гранатомёта. Он является также контейнером для переноски и приспособлением для пуска гранаты. В СССР одноразовые гранатомётные системы получили официальное наименование «Реактивные противотанковые гранаты», сокращённо РПГ. Точно противотанковые гранатомёты. Дело в том, что при разработке РПГ-18 проходил по документации как гранатомёт. Однако в ходе испытаний нового оружия военные задумались. Получается, что после каждого выстрела надо списывать боевую единицу — гранатомёт. Чтобы не уносить путаницу в дело учёта и сохранности оружия, нашли такое решение. Одноразовый гранатомёт стали именовать реактивные противотанковые гранаты. А граната, как известно, одноразовый боеприпас. Так бюрократические неувязки удалось обойти. В предыдущей серии мы говорили о том, что первым одноразовым гранатомётом был немецкий «Фаустпатрон». В нём граната востреливалась метательным пороховым зарядом. «Выстрел!» В современных же образцах подобного оружия, как правило, используется реактивный двигатель, находящийся в хвостовой части гранаты. Первенство в создании реактивных одноразовых гранатомётов принадлежит США и Швеции. В этих странах такое оружие появилось в 60-х годах. Американский М-72 во многом похож на советскую муху, хотя точнее будет сказать, что муха похожа на М-72. Американцы первыми применили раздвижной транспортно-пусковой контейнер, надёжно защищавший гранату при хранении и переноске. М-72 широко использовался армией США в ходе войны во Вьетнаме. Оттуда несколько трофейных образцов М-72 попали в Советский Союз. Это сыграло определённую роль в появлении и облике гранатомёта муха. Прицельное приспособление РПГ-18 нетипично для отечественного оружия. Оно состоит из мушки и диоптра круглого отверстия в планке. Глядя в это отверстие, цель нужно совмещать с прицельной маркой на мушке. Марка выбирается в зависимости от дальности до цели. На трубе каждого пускового устройства наклеена этикетка. Это краткая памятка по обращению с гранатомётом и о мерах предосторожности при стрельбе. Информации достаточно для того, чтобы любой неподготовленный солдат при необходимости смог применить РПГ-18. Для перевода гранаты в боевое положение необходимо было установить шторку прицела в положение плюс или минус в зависимости от температуры воздуха. Температура воздуха значительно влияет на полёт гранаты и её траектории. Именно поэтому поправку необходимо было учитывать в прицеле. Затем необходимо было открыть заднюю крышку, развести трубы гранатомёта, взвести ударно-спусковой механизм и производить стрельбу. При переводе в боевое положение длина мухи увеличивается почти в полтора раза и составляет один метр. Такая относительно большая длина гранатомёта в боевом положении объясняется следующим. Реактивный двигатель гранаты при движении по стволу должен закончить свою работу до вылеты из канала ствола, чтобы пороховые газы не обожгли стрелка. Обратно в походное положение гранатомёт не переводится. При необходимости прекращения стрельбы гранатомёт разряжается выстрелом в сторону противника. Так РПГ-18 занял своё место среди противотанковых средств ближнего боя. Бронепробиваемость мухи 300 мм и это позволяло надёжно поражать танки того времени на дальности до 200 метров. Но со временем боевые характеристики РПГ-18 стали недостаточны. Бронезащита танков усиливалась, поэтому необходимо было увеличивать эффективность и одноразовых гранатомётов. На смену гранатомёту РПГ-18 в 80-м году пришёл РПГ-22. Этот гранатомёт имел больший калибр боевой части 72 мм вместо 61 мм у РПГ-18 большую массу боевой части, что обеспечило повышение бронепробиваемости с 300 мм у РПГ-18 до 400 мм у РПГ-22. Фактически РПГ-22 стал дальнейшим развитием темы одноразовых противотанковых гранатомётов. Как вы помните, ствол мухи сделан раздвижным. В боевом положении он становится довольно длинным. Такое решение было вынужденной мерой. Двигатель должен закончить работу до вылета из ствола и при этом успеть разогнать гранату до необходимой скорости. Чтобы сделать ствол короче, требовался более эффективный реактивный двигатель. Он позволил бы разогнать гранату на меньшей длине ствола. Это была одной из задач, которую предстояло решить конструктором РПГ-22. Для гранатомёта был разработан более совершенно реактивный двигатель, что позволило увеличить начальную скорость гранаты и повысить дальность прицельной стрельбы. Новый двигатель позволил сделать ствол короче. При этом по сравнению с гранатомётом Муха начальная скорость гранаты у РПГ-22 выше. Увеличилась и дальность прицельной стрельбы. Она составляет 250 метров. Для перевода гранатомёта в боевое положение необходимо было вынуть чеку, сдвинуть вперёд насадок, трясти прицел в боевое положение и производить стрельбу. При этом длина гранатомёта в боевом положении была значительно меньше, чем у гранатомёта РПГ-18. Прицельное приспособление РПГ-22 принципиально не изменилось. Как и на гранатомёте «Муха», здесь используется диоптрийный прицел с поправкой на температуру воздуха. Надо отметить, что любой одноразовый гранатомёт стреляет довольно громко. Учитывая то, что располагается он на плече, нагрузка на барабанные перепонки при выстреле очень велика. Как правило, никакой защиты стрелка от громкого звука не предусматривалась. Устав предписывает стойко переносить все тяготы службы. Но при создании РПГ-22 всё же проявили заботу о солдате. На плечевом ремне каждого гранатомёта есть карманчик с противошумными вкладышами, берушами. Кстати, это слово появилось в русском языке от сокращения призыва «беречь уши». В пакетике есть инструкция «сложи по диагонали, затем конусом». Плотно вложи в уши. Это нехитрая и полезная мелочь прижилась и во всех последующих образцах отечественных одноразовых гранатомётов. Выстрел! Итак, в этой серии мы проследили развитие отечественных гранатомётов с начала 60-х до конца 80-х годов 20-го века. Подведём промежуточный итог сказанного. Противотанковые выстрелы к РПГ-7 с каждой новой модификацией становились всё мощнее. «Семёрка» получила возможность бороться с бронетехникой, оснащённой динамической защитой. В структуре противотанковой обороны РПГ-7 обеспечивал поражение танков на дальности до 500 метров. В дополнение к РПГ-7 в 60-х годах был создан станковый гранатомёт СПГ-9. Это более тяжёлая и дальнобойное оружие мотострелкового батальона с дальностью прицельной стрельбы до 1300 метров. На самом ближнем рубеже обороны на смену ручным противотанковым гранатам пришли одноразовые гранатомёты. Они позволяли уверенно поражать танки противника на дальности до 200 метров. С каждым новым образцом одноразовых гранатомётов их конструкция становилась всё проще, а боевые свойства выше. Отечественные гранатомёты продолжают совершенствоваться и развиваться в различных направлениях. Мощь одноразовых противотанковых гранатомётов продолжает расти. К примеру, РПГ-28 способен пробить броню уже метровой толщины. Были созданы и многоцелевые гранатомёты. Впрочем, подробнее об этом мы поговорим в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова